Венская монетная конвенция или Немецкая монетная конвенция была подписана 24 января 1857 года в Вене между Германским таможенным союзом и Австрией. С целью унификации своих денежных систем основной денежной единицей монетного союза стал союзный таллер предпосылки подписания. После революции 1848-1849 годов в Пруссии ее влияние на государство Германского союза было значительно ослаблено. На этом фоне Австрия стала требовать полноценного участия в Германском таможенном союзе, что еще более ослабило бы степень влияния Пруссии. В 1854 году был согласован компромиссный договор, согласно которому предполагалось создание общей монетной системы между Австрией и Германским таможенным союзом. В ходе переговоров представители Австрии настаивали на введении золотого стандарта. Это предложение было категорически отвергнуто большинством германских государств, так как ослабляло их местную валюту. Для Пруссии, чей талер был основной денежной единицей таможенного союза, введение золотого стандарта было крайне невыгодным. В результате в 1857 году была подписана Венская монетная конвенция, которая унифицировала валюты стран Южно-Германского монетного союза, стран-участниц Дрезденской конвенции и Австрии. Одним из главных инициаторов подписания договора и объединения монетных систем был министр финансов Австрии Карл Людвиг фон Брук. Основные положения конвенции Государства, входившие в Дрезденскую монетную конвенцию, использовали в качестве основной денежной единицы двойной талер. Из одной кельнской марки чистого серебра чеканили семь двойных талеров. В государствах Южно-Германского монетного союза из кельнской марки выпускали 24,5 гульдена. Между талером и гульденом установится четкий обменный курс. Два талера приравнивались к 3,5 гульденам. Согласно Венской монетной конвенции, основной весовой единицей для стран-участниц конвенции вместо кельнской марки становился таможенный фунт равный 500 граммам. Для стран-дрезденской монетной конвенции устанавливалась монетная стопа в 30 талеров из одного таможенного фунта. Для Южно-Германского монетного союза 52,5 гульдена. Для Австрии 45 гульденов. Подписание этого договора означало незначительное обесценивание двух немецких денежных единиц. При сохранении обменного курса, два талера равно 3,5 гульдена. При этом австрийский гульден обесценился на 5,22%. Одновременно Австрия перешла на десятичную монетную систему. Один гульден стал равен 100 крейтерам. В результате подписания Венской монетной конвенции основной денежной единицей союза стал союзный талер со следующими зафиксированными соотношениями. Один союзный талер равно 1,5 австрийских гульдена равно 1,3 южно-германских гульдена. Кроме этого конвенции предусматривался выпуск золотых монет союзных крон и полукрон. Обязательный курс для обмена кроны на талеры и гульдены введен не был, он зависел от рыночных соотношений цен на золотое и серебро. В результате золотые монеты в государствах участников Венской монетной конвенции не получили широкого распространения, а их тиражи были незначительными. Влияние конвенции на развитие германских государств и Австрии. Подписание Венской конвенции вызвало целый ряд экономических последствий. Большая часть торговых расчетов, как в Южной Германии, так и в Австрии стала производиться в союзных талерах. Русские талеры, очеканенные до 1857 года, по сути соответствовали новым союзным талерам и вместе с ними стали основной денежной единицей для всех германских государств. Это привело к тому, что южно-германские государства стали чеканить более 90% союзных талеров и менее 10% местных гульденов. В то время как до 1857 года соотношение было обратным, по сути это означало переход из одного монетного союза в другой. Даже Австрия выпустила наравне с гульденами значительный тираж талеров. Таким образом, Венская монетная конвенция усилила влияние Пруссии и уменьшила Австрии. После поражения в Австро-Прусской войне в 1866 году Австрия вышла из Венской конвенции и присоединилась к Латинскому монетному союзу. После победы во Франко-Прусской войне и объединения германских государств в Единую Германскую империю Венская монетная конвенция утратила свое значение. В 1871 году Объединенная Германия приняла золотой стандарт и ввела новую денежную единицу марку «Денежная система германских государств» после подписания конвенции.